Всем привет! Меня зовут Юля Бандок. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим про стиль, про стекольм и про эстетику повседневности. Сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на то, какие вещи стоит купить, чтобы освежить ваш гардероб на предстоящий весенний сезон и при этом выбрать такие позиции, которые проживут в вашем гардеробе долго. Если вы подписаны на меня давно, то вы знаете, что я всегда помогаю своим клиентам и зрителям моего канала покупать меньше, но лучше. Поэтому, когда я делаю видео про тренды, я стараюсь выбрать такие, которые вне моды и времени, но при этом могут внести перчинку в ваш базовый гардероб. Зачем вообще следить за трендами? Ну, на самом деле, не очень-то это и надо, потому что тренд — это всегда способ для брендов продать нам побольше и подороже. Но если наш гардероб целиком и полностью состоит из вещей, которые никак не отражают дух времени, а еще хуже, например, выглядят как залежалые продукты, то, как я люблю говорить, мишленовского блюда из них не приготовишь, образы всегда будут выглядеть, как будто бы вы немножко отстали от времени, а это очень сильно влияет даже на восприятие вас как профессионала. Например, заказчик более охотно отдаст управление проекта дизайнеру, который при входе на совещание выглядит как девушка, которая в теме. Это посылает мета-сообщение, что она и дизайн сделает интересный и современный. Поэтому я снимаю такие видео именно для того, чтобы прокачать вашу насмотренность и помочь вам составить ваши образы из таких вещей, которые будут выглядеть современно. Первый очень интересный тренд, который уже был актуален года 4-5 назад, но вернулся, это серебро. И серебро в смысле вещи с металлическим и особенно серебряным отливом. Я знаю, что для многих это явно непонятная вещь, зачем это надо и как это носить. Самое интересное, что серебряные вещи металлик можно носить как черные. Например, серебряную сумку можно вплетать в любые образы, и она там будет работать как черная, потому что серебро ко всему подходит. А также, например, серебряная обувь тоже будет очень классной изюминкой в вашем гардеробе и очень освежит все луки. Смотрите, я вам сейчас показываю примеры, где серебро использовано в образах. И представьте, что вместо серебряной сумки или обуви, или любой детали была бы черная. Ну, по идее, сильно бы образ не изменился, но из него пропал бы вот этот как раз штрих духа времени, о котором я говорила вам. Так что рекомендую обращать внимание на серебро сейчас. Я, например, как раз-таки пять лет назад купила себе серебряную сумку и обувь. Все это время я носила их все равно как базовые, потому что они ко всему подходят. А теперь они снова на пике трендов, и я абсолютно бесплатно теперь могу последовать тренду. И вот так и происходит с теми вещами, про которые я вам обычно рассказываю. Они очень модные в этом сезоне, а потом станут просто базой. В этот выпуск интегрирована коллаборация с давним партнером канала брендом Aimclaw. Я ношу их одежду уже второй год. Образы всегда получаются сдержанные, ничего лишнего, все как мы любим. Потому что Aimclaw это всегда правильная и стильная база, а также длинные тренды. В видео я приводила пример на трендовых покрою и цвету свитерах, которые отлично подойдут на весну. Изделия содержат 50% шерсти мериноса, и поэтому в них комфортно и тепло, но не жарко. А также я рекомендую обратить внимание на линейку с кашемировыми изделиями. Я уже влюбилась в свой новый молочный джемпер, который можно вписать в какой угодно образ и выглядеть уместно в любой ситуации. Как всегда, Aimclaw дарит моим зрителям скидку 15% по промокоду BANDAK. Следующий тренд, на который я советую вам обратить внимание, это деним. Ну, джинсы были всегда и будут всегда, но весной 2023-го все переоденутся в джинсу с ног до головы. Я уже сейчас вижу в магазинах вещи, которые обычно из денима не шьются. Например, плащи, бомберы, кроссовки, сумки. Смотрите, как интересно выглядит. И это опять та самая вещь, которая будет круто смотреться в образах сейчас и посылать окружающим сигнал, что вы знаете, что сейчас в трейде. Ну, а потом вы можете просто умело вплетать такие вещи в образы и все еще их продолжать носить. А теперь давайте поговорим про цвета. Цвет — это самый простой способ выглядеть модно. То есть, когда вы знаете, какие цвета сейчас в тренде, то вы можете купить вещи, опять же, универсального базового кроя. Но их нужно уметь выбирать, и этому нужно учиться. Потому что очень легко накупить каких-то супер модных штук, которые окажутся однодневками, и, в принципе, вам потом с ними никакой каши не сварить, кроме застарелого винегрета. Поэтому супер рекомендую покупать базовые вещи трендовых цветов. Как, например, этот свитер, который на мне. Цвет синий, кобальт. Он просто во всех коллекциях, на всех подиумах, и вы абсолютно спокойно можете делать на него ставку. Мне очень нравится именно этот оттенок синего, потому что он достаточно приглушенный, и при этом все-таки в меру яркий. И это делает его носибельным для большого количества людей с любой контрастностью внешности. А также второй цвет, который к нам перекочевал из прошлого сезона, это коричневый. Если вы помните, я вам в одном из прошлых видео про него рассказывала. Вот, посмотрите, два этих цвета вполне себе продолжают сосуществовать, и даже друг другу классно подходит. Еще один модный цвет сезона, это ментоловый. Мне кажется, что он очень интересно будет смотреться летом тоже. Если вы хотите составлять свой гардероб с заделом аж на 2024, то покупайте персиково-оранжевый. Может быть, сейчас этот цвет еще не будет превалировать в магазинах, но он точно придет. Можете уже заранее готовиться. А также зеленый хаки. Это отсылка к милитр-теме, которая, опять же, была на многих показах в этом сезоне. Мне кажется, что хаки тоже это довольно простой способ последовать этому тренду. К тому же это довольно нейтральный цвет, и его легко соединять и с яркими, и с более приглушенными оттенками. Если он вам подходит, то он задержится в гардеробе точно надолго. Ну и еще один трендовый цвет, который, кажется, уже, наверное, должен быть для вас привычным, это розовый. Ярко-розовый фуксия. Оттенки немного менялись в последние годы, но он не уходит. Все еще можно продолжать носить розовый на розовом, вместе, например, с красным или с оранжевым, и привлекать внимание. Давайте скажем пару слов о трендах на юбке. Как вы слышали в моем видео про антитренды, самая модная длина сезона — это супер-мега-гипер-мини. Если вам есть что показать, то вперед. Если же вы хотите что-то более универсальное для базового гардероба, в котором можно будет нагибаться, то тогда можете обратить внимание на длину миди и особенно юбки с разрезом по ноге, а также на асимметричные юбки. В частности, асимметричные джинсовые юбки. Еще одна модная длина юбки — это макси. Но тут имейте в виду, что летом с этой юбкой удобно, а осенью и зимой — нет. Поэтому, если вам нравится, лучше оставить их на теплый сезон. Еще один очень интересный тренд, на волну которого я вам всем рекомендую вскочить, — это прозрачные вещи. Не спешите переключать канал. Давайте вспомним о многослойных образах. Я, кстати говоря, так носила до того, как оно стало мейнстримом. Очень круто, например, купить Mesh Top — это как раз то, что на мне. Прозрачный топ. И использовать его частью образа, чтобы он откуда-нибудь немного выглядывал. Также, если у вас есть фантазия, вы можете придумать, как использовать прозрачные платья, прозрачные юбки, прозрачные блузки из органзы, которых сейчас будет много летом. Мне вот очень понравились фотографии с прозрачными сумками. Они, кстати, были уже в прошлом сезоне. И пока что они остаются с нами. Одним словом, проявляйте фантазию. Думайте, как бы вы могли использовать прозрачные вещи в ваших луках. Я, например, так как Mesh Top являются частью моего персонального стиля, сейчас просто воспользуюсь моментом и накуплю кучу разных. Потому что раньше мне постоянно их приходилось искать. Тренд, который, возможно, не для всех. И я долгое время думала, что он и не для меня. Это кропнутые фасоны. Как видите, сейчас на мне кропнутый свитер. Обычно я такое не ношу, потому что это не супер практично. Но я недавно подумала, что такие вещи можно использовать как второй слой во многослойных образах. Слушайте как. Вы можете носить его, как он есть, например. Под низ можно надеть прозрачный Mesh Top, про который мы уже с вами поговорили. Ну, если вам некомфортно, что у вас там по коже воздух гуляет. А потом, когда тренд пройдет, можно продолжать носить такие вещи, но уже надевая под низ, например, рубашку. Я говорила много раз, что если речь идет о многослойных образах, то мне больше нравятся шелковые рубашки, потому что они не цепляются за одежду. Вообще, я всегда ищу какие-то вещи, которые могут стать частью многослойных образов. И которые не будут выглядеть как нагромождение. То есть, объемные вещи в многослойных образах носить сложно. Ну, возможно, и многие это делают. Но лично мне некомфортно. Я не люблю ощущения капусты на теле. Но детали в виде всяких выглядывающих нижних слоев мне очень нравятся. Поэтому всякие кропнутые вещи, свитеры, рубашки, что там еще у нас будет, спитшоты. Короче говоря, я буду смотреть, что интересного будет в магазинах, и как я это могу использовать в своем гардеробе. Чего и вам советую. Кстати говоря, если вы хотите больше идей о том, как улучшить ваш гардероб на предстоящий сезон, на межсезонье, на конец зимы, на весну, то переходите в мой инстаграм и пишите мне плюсик в директ. Просто плюсик. Без каких-нибудь там смайлов, без «Привет, Юля, я обожаю твой блог». Просто плюсик. И вам автоматом придет очень прикольный гайд о шести простых шагах, которые вы можете предпринять прямо сейчас, чтобы улучшить свой гардероб. Спасибо огромное, что посмотрели мое видео. Я приглашаю вас в комменты. Расскажите мне, какой из этих трендов понравился вам больше всего, что бы вы хотели носить предстоящей весной, что вы купите, а что наоборот для вас. Никогда в жизни. И увидимся в следующих видео. Очень буду вам всем рада. И спасибо огромное за ваши лайки и за просмотр, за то, что вы провели эти минуты со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok